Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о Notting Hill карнавале, как он проходит в Лондоне и что нам ожидать этим летом. Итак, Notting Hill карнавал связан с афроамериканскими культурами. В основном это страны Карибского бассейна, Ямайка, Барбадос, а также латиноамериканские страны типа Бразилии, Аргентины и так далее, где представлена культура, развлечения, танцы, а также национальная еда этих стран. Праздник обычно проходит в последний уикенд августа. В этом году его запланировали на 30 и 31 августа. это банк-холиды. В Англии банк-холиды это еще один дополнительный выходной день, который чаще всего проходит в начале и в конце мая и в конце августа. И вот в конце августа в очередной банк-холиды, обычно в карнавале проходит два дня, это воскресенье и переходящий как раз-таки банк-холиды-дэй день, это понедельник. В первый день это считается детский праздник, то есть там принимают участие детские коллективы, ну и конечно взрослые тоже между детскими группами танцуют какие-то самбу, сальсу, то есть разбавляют молодежь, разбавляют детей. А во второй день уже конкретно взрослый праздник, детей там уже не бывает, ну в смысле коллективов, которые там выступают. И второй день проходит более так насыщенно, ярко и активно. Поэтому я всегда хожу снимать репортажи на второй день, первый день, ну немножечко вяло он проходит, ну потому что детишки им надо, они медленно ходят, и так как им надо пройти от точки А до точки Б, а это достаточно приличное расстояние, по-моему, около там, я не знаю, 3-4 километров составляет маршрут всего карнавала. Для меня первый день проходит, так скажем, тухло. Мне нужны события, мне надо быстренько все отснять и уже отправить репортаж в новостные источники. Поэтому я в основном хожу на второй день, потому что там более яркие, более живые картинки, вот эти вот девушки в перьях, танцующие сальсу, самбу, там такие танцы происходят, и прямо мне на камеру, я еще, у меня есть специально мое уже такое место, куда я специально хожу, так, чтобы там можно было пройти и уже среди всех этих групп танцевальных коллективов, а также какие-то платформы двигаются, уже между ними ходить, как аккредитованный фотограф. Но без аккредитации я снимаю, то есть я просто уверенно себя веду, как фотограф, и меня уже охранники, которые охраняют этот карнавал, чтобы людей не запускать внутрь карнавала, уже как бы пропускают. Я думаю, они говорят, ну ладно, видно, что она профессионал, поэтому ее пусть так уж ходит. Они, наверное, даже своим взглядом могут понять, потому что я секу, что происходит по сторонам, чтобы меня машина не сбила, там какая-то проезжает, чтобы я не задела какого-то человека и так далее. То есть они видят, что я уже натренированный фотограф и могу за себя отвечать. То есть Health and Safety — это такая Risk Assessment, как это назвать по-русски, в общем, технику безопасности на маршруте я уже знаю, и поэтому я за этим слежу, и они видят, что я отвечаю за свои действия и за свои шаги, за свои поступки. Очень много бывает народу туда заходит внутрь карнавала и приходится всех разгонять, потому что все хотят сфотографироваться с этими красивыми дамами в каких-то купальниках и в перьях. Яркий, красочный, конечно, очень шикарный карнавал, но и разбойный такой, скажем, разгульный праздник. Очень много было поножовщины в течение всей истории Notting Hill карнавала, но это афроамериканские культуры, у них всегда все на повышенных тонах, разборки, а если еще и под градусом, а там люди выпивают, только так. И когда между собой они начинают какие-то разборки, они вот могут пырнуть ножом и тебя, рядом стоящего. Чаще всего разборки происходят между белыми людьми и черными, и, ну, нашла коса на камень это называется, скорее всего. Я не знаю, я, слава богу, не видела ни одной такой разборки. Я прихожу, ну, где-то там в часа в два-три, когда люди еще не находятся под градусом, а карнавал идет буквально там чуть ли не до шести-семи часов, и еще потом люди не расходятся, в общем, гудит весь Notting Hill. Конечно, жители Notting Hill стараются уехать на этот уикенд, заколачивают буквально такими деревянными, как это, ДСП, фанерами свои дома, окна, двери, чтобы люди, проходящие мимо, особенно бандиты, разбойники, не залазили и не били об их дома какие-то бутылки, просто что угодно. Но, знаете, хулиганство, оно везде процветает, а уж тем более в таких вот нациях, которые участвуют в этом карнавале. Конечно же, все участники это бесспорно красивые коллективы, они не хулиганят, а хулиганят именно те, кто приходит на них посмотреть, их друзья, знакомые и просто проходящие мимо люди или специально приходящие для того, чтобы побезобразничать. Но, в принципе, сами англичане, допустим, ходят туда насладиться какой-то, допустим, ямайской едой, попробовать карибскую еду. Помимо этого, просто такое вот веселье, всеобщее веселье набирает обороты. И если ничего не происходит такого напряженного хулиганства, то праздник выливается в очень классный и жизнерадостный карнавал всеобщего веселья, радости и счастья. Танцевальные коллективы и группы людей проходят в своих различных интересных костюмах. Чаще всего бывает какая-то общая тематика, допустим, в 2012 году была Олимпиада, в 2017, по-моему, Грэнфилд Тауэр, здание, которое сгорело в Лондоне как раз рядом с Нотингхиллом. В общем, к чему-то это приурочивают события, к какой-то теме, и люди делают новые какие-то свои костюмы и показывают это всем гостям праздника. Помимо этого, конечно, есть такие танцы у них, у латиноамериканцев, такие, скажем так, немножко вульгарные. То есть они там подходят к людям и начинают делать свои какие-то телодвижения или ложатся на пол, или там, я не знаю, в общем, очень много таких странных танцев. Но это такая вот культура афроамериканцев. Такие вот у них танцы, такие вот традиции. Они ничего не стесняются, у них нет никакого, как бы, этического барьера, что ли. Они на полную катушку гудят, веселятся и развлекаются. Ну, а также стараются развлекать чопорный народ, который пришел вот так вот постоять и посмотреть на них. К концу праздника абсолютно все танцуют, рады и довольны. Кстати, местные жители, которые проживают в Нотингхилле, стараются уезжать на эти выходные, на этот уикенд из города, потому что бесконечно звучит вот это бум-бум-бум, знаете, такие басы. Проезжает же там машина, какой-то грузовик с целой установкой аппаратуры, аудиоаппаратуры, которая просто так отбивает ритмы, что тебя просто внутренности все твои сотрясает. Я уже в последние годы брала с собой наушники, чтобы у меня этого не слышать, но все равно даже через наушники все это слышно. И если ты находишься на карнавале в течение всего дня, это очень сильно напрягает, и потом целых 2 или 3 дня будешь отлеживаться. Только от того, что у тебя болит голова от вот этого постоянного звука, аудио или стереосистем. Поэтому я хожу в наушниках и стараюсь приходить, сделать репортаж максимум на 2 часа. Обычно последние разы я вообще по полчаса там проводила и сразу уходила, потому что в последние годы стало небезопасно находиться на карнавале в Нотингхилле. Какое-то чувствуется такое напряжение, стягивается неимоверное количество полицейских. Хоть полицейский это в Англии считается друг человека, но все равно, когда ты видишь отряды марширующие на Нотингхилл карнавал, такие уже спецагенты какие-то с мешками там, с вещпакетами, с какими-то даже автоматами, ружьями. А когда ты подходишь к карнавалу, там еще море полицейских машин, мотоциклисты и туда-сюда ездят по 11-12 человек. В общем, страшно становится. Много машин скорой помощи рядом и так далее. И вот это вот такой вот, так скажем, напряг полицейский стал проходить после 2016 года. По-моему, в 2016 году во Франции и в Бельгии происходили теракты. Я как раз вот увидя так много полицейских на Нотингхилл карнавале, просто узрела такую картинку. Я люблю детальки всякие собирать. И вижу два полицейских, мужчина и женщина, танцуют. То есть он держит ее руку, а она вокруг него там как-то ходит кругами. Я сфотографировала успела. Они так остановились. Я говорю, а можно еще раз повторить? Я на вас на видео сниму. Они отказались, сказали, не, не. И потом я нашла свою фотографию. То есть я отправила эти фотографии на фотосток и нашла одну из этих фотографий, где полицейские танцуют друг с другом, в газете «Метро» или «Метро» это называется. То есть утренняя газета, которую читают абсолютно все лондонцы. Я не знаю, была ли фотография опубликована в печатном варианте, но я нашла ее на сайте газеты «Метро». И была удивлена и очень так восхищена тем, что мою фотографию поместили на одну из главных газет лондонской прессы. После того, как еще и в Лондоне случились теракты, полиции стало очень много. Потому что на Нотинг-Хилл карнавал, наверное, каждый год приезжает около миллиона человек, участвуют в карнавале. И туристы со всего земного шара, и сами участники, и жители Лондона, и жители Великобритании все едут на этот красивый, конечно же, праздник жизни. Это второй по значимости в мире карнавал после бразильского. Так, в принципе, очень интересные, красивые, яркие, сочные фотографии получаются. Особенно тех, кто танцует самбу, сальсу. Я их прошу специально на камеру потанцевать для меня. И они идут прямо, смотрят мне в камеру, говорят, сделайте мне сердечко там, позируйте вот так вот, сделайте улыбку. В общем, работаю, работаю с людьми, потому что работа фотографа не только заключается словить кадр, но и выставить его, выстроить его, попросить человека, чтобы он тебе так сделал, как тебе надо. Улыбнулся, посмотрел наверх, распахнул там свои крылья или еще что-то. Поначалу я с ними со всеми фотографировалась, потом уже мне надоело этим заниматься. Бросила я это дело. Фотографироваться я в последнее время сама не люблю. Ну, уже как бы люблю что-то поснимать такое конкретное сама. Чаще всего я стараюсь ухватить какие-то детальки, будь то сережки или там каблуки какие-то интересные, костюмы, там, я не знаю, колье, что-то, что я вижу перед собой, и что-то такое нестандартное, необычное для меня это всегда является моей целью. То есть все фишки, все детальки я стараюсь сфотографировать, ну, себе на память, и чтобы показать людям, вам, и самой запомнить вот такие вот интересные моменты. Совсем недавно карнавалу исполнилось 50 лет, и в этом году до последнего держали карнавал в плане. Я видела еще на прошлой неделе он был, и сказали, что будет, но, видимо, вторая волна уже захлестнула Лондон. Говорили, что на севере Великобритании пошла вторая волна, видимо, она дошла и до Лондона. И вот сегодня захожу в интернет, смотрю Notting Hill карнавал отменен. К сожалению, в этом году карнавала не будет. Но, тем не менее, как это происходило в прошлые годы, пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь, и будем надеяться, что в следующем году мы увидим карнавал в полном его объеме, во всех его красках. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok